всем привет всем привет вы на канале деревенские будни в общем сегодня у нас нелетная погода как всегда дождик и скорее всего на целый день зарядил поэтому мы сегодня под крышей на улице не проработаешь потому что не хочется мокнуть так помаленько помогли пока ходили по дороге смотрели ну что ребята у нас канал существует три с половиной года из этих три с половиной года у нас уже аж 20 тысяч подписчиков стало вот мы достигли рубежа еще 10 тысяч всем огромнейшее спасибо что вы поддерживаете смотрите подписывайтесь это мотивирует нас на новые съемки новое видео ну конечно за три с половиной года 20 тысяч это мало конечно сколько есть так как канал мы не раскручивали ну как сказать на взаимные подписки мы никому не ходим в общем как он идет сам по себе так он идет кому нравится смотреть смотрят остаются с нами ну конечно же ушло много людей с канала ну судя по аналитике мы тогда просматриваем все это анализируем много людей ушло по каким-то причинам но это не суть важно как говорится есть прихожане есть ухажане а есть так сказать костяк наших зрителей несмотря ни на что вы остаетесь с нами вы смотрите нравится вам некоторые ролики не нравится вот такова наша жизнь и наши деревенские будни не всегда они бывают кому-то нравится может кому-то не нравится но тем не менее мы есть мы снимаем мы живем но чем мы живем то мы снимаем поддаваться ну ладно слава богу и будем продолжать снимать благодаря вашей поддержки и то что вы вдохновляете нас ну вот а мы сегодня находимся в теплице чтобы не мог не махчило нас совсем дольше ну хорошо друзья но речь сегодня не об этом речь сегодня пойдет в одном из комментариев буквально в прошлом видео наш зритель написал и зрительница писал такой комментарий мастер-класс от светланы про этих кукол которые она сделала там чего сложного нет ну давайте мы пройдем к этим куклам или манекеном так сказать и она вам расскажет чего она сделала так сказать это на скорую руку и все на подробно расскажет постараемся быстрее потому что на улице дождь и чтобы нас не мочила и камеру не мочила она все быстренько расскажет в двух словах ну что может кому-то будет это интересно ну что пойдем туда ну хотела рассказать вам как я сделала этих кукол решила я когда пасла коз решила я чем-то заняться потому что там долго сидеть утомительно пока они траву жуют и пришла мне идея сделать чучело я взяла мешки у нас из-под кормов остаются мешки мешков очень много и не знаю ли куда одевать их продавать конечно не стали хотя некоторые делают это я взяла мешки и взяла свои старые штаны когда-то я была такая худенькая стройненькая носила их они у меня лежали теперь они мне маленькие давно уже свою старую рубашку может кто-то ее и помнит я выступала в ней как-то она мне тоже маловато стало и решила набить их мешками вот этими на было один мешок показательными мешки из под кормов обычные мешки там это и стала набивать взяла эти сапоги старые нашла тут в старом доме тоже туда набила один по одному мешку засунула и также в голову голову мы сделали из колготок старые колготки были я набила туда у него я сделала тоже мешок туда набила а сверху капроновые колготки для того чтобы лицо хотя бы посветлее было не черное совсем вот и эти перчатки перчатку я сделала там тоже всякого кулечка за счет она белое по сделал как за счет чего они держатся конечно же мешки они все вот хоть их и набьешь потуже они могут сидеть но для того чтобы держалась а рука или там голова да я взяла трубу как она называется металлопластиковая труба вон там белая вот такая на бочку идет вот из это металлопластиковая она гибкая вот в старом доме у нас очень много было такой трубы и это бывший нас водопровод сказать так да и я короче взяла и протянула эту трубу вдоль штани вот так вот сделала туда так что они могут держаться ногу вот то есть за счет трубы можно согнуть голова держится за счет трубы я ее там провела через все тело тут сделала и она тоже вот как бы держится не падает ничего и ветром не сдует никуда не укатится так короче скелет сделан из металлопластиковой трубы можно сказать и руки также руку металлопластиковую трубу тоже сделала так провела вот аналогично сделала и ее то есть там также труба идет мешки только она у меня в колготках и в сапогах сапоги старые не переживайте что я их там выкинула такие на вид красивые но они вон там видите какие они мне не ножны и они мне маленький короче я решила их сюда использовать юбка моя тоже старая она вот одели очки голову у нее она более ровная получилось потому что я не стала делать мешок туда а сделала просто полиэтиленовые пакеты туда забила она более ровнее получается чем с мешками ну и раскрасили и оделись пачки они руки старенькие очки старенькие поломанные не жалко которые сломали и вот пришили даже так а насти раскрашивала краска стерлась цветочки я пока эти сделал но цветы сделаю другие ей букет хочу сделать и здесь делаю клумбу с цветами тут может кто-то уже видел а ты снимал да и вот эти из бутылок пластиковых сделаны цветочки и сюда я сделаю на проволоку пока я их просто приложила просто посмотреть это безвременник он цветет в основном осенью а так пока листья но для того чтобы немножко украсить я решила сделать но вот пока не доделала сделаю на эти на проволоке чтобы они вот как бы стояли не лежали потому что лежа они вот и листья как бы гнут от тяжести да это хорошо и фонарики вот у нас есть такие фонарики это солнечная батарея они ночью немножко освещает садовые фонарики но так как у нас сейчас белые ночи ночью не горят они ночью не горят потому что светло по осени они будут гореть и давать не такое небольшое освещение и людям будут казаться что кто-то сидит то есть я не для того чтобы напугать там людей я больше для того чтобы напугать воров не ворон есть чучело которая делается для ворон то есть они такие вот для птиц короче для птиц да чтоб болтались а все это а это для тех которые хотят залезть в огород чтобы они знали что тут может им в руки вертушку кидать пусть они дуют лавочку сделала специально побольше потому что иногда сюда вот ну теплые дни можно присесть и и побеседовать и побеседовать когда все сидят в смартфонах приходишь кстати в ряд да ты чё у меня тут посажен да ты чё как-то чуть тут посажены они не взошли я так посеяла это одна лет ладно это не попадет в кадр я прошелся по цветам я не знал ну вот как-то так быстренько рассказал короче они из мешков каркаса труба и одежда старая которая не нужно ну что давайте перейдем под крышу то уже все мокрое уже камера даже замокать начинает вот и все вот в чем друзья вот такой вот ролик у нас получился ну что работать мы сегодня будем под крышей света сейчас пойдет шить подушки для ульев утепление так как у нас подходит троевой сезон может быть возможность даже возможность будет увеличить немножко пчелосемьи но я пойду сделаю ящик для переноса пчелорамок ну а когда наступны теплые деньки мы снова пойдем на улицу и снова будем продолжать работу на улице ну все друзья всем пока пишите письма комментарии были рады вас видеть заходите к нам на огонек не забывайте подписаться обязательно ставьте лайки и забывайте это помогает нам продвижению нашего канала благодаря вам он существует ну чё всем пока завтра уже привезут надо уже думать а что привезут мы вам не скажем а покажем но это будет потом если ничего не изменится то привезут сейчас берем рулетку измеряем площадь вот вот так вот так вот ставь и туда вот два получается вот вот три метра нормально даже меньше чем я думал так вот там есть место с тачкой пройдем ведь еще нормально это да не особо помешает мне каждый раз ходил Субтитры подогнал «Симон»